Вы смотрите программу «Губернии». Вот главная тема выпуска. В Иванове подвели итоги голосования за концепцию восстановления мемориала «Красная Талка». Большинство горожан хотят сохранить его исторический облик. Чего еще ждать от реконструкции, расскажем. Вторая жена убитого подготовила большой список вопросов для первой супруги про отношения и переписку оружия. Большинство суд отклонил наш репортаж с очередного заседания по делу об убийстве Павла Федосеева. Очередной склад чрезвычайно опасных отходов обнаружен в Иванове. Рядом с улицами Станкостроителей и 13-й Березняковской скопились горы ядовитого производственного мусора. Здесь и упаковки с использованными ртутными лампами, строительный мусор и автомобильные покрышки. Подробности расскажем. Как потушить лесной пожар? Сколько сил и средств для этого нужно? И какие могут возникнуть сложности? Наш репортаж с учением лесной охраны МЧС. В Иванове спустя полтора года вновь заработала архитектурная комиссия, основная задача которой – контроль над внешним обликом зданий. И мы даже рады, что заказчик он давлеет, а здесь уже не перепрыгнешь. В художественном музее открылась выставка-конкурс регионального масштаба КРОК-2023. О том, что такое КРОК, расскажем через несколько минут. А также не пропустите водное разноцветие. Родниковцы снова жалуются на качество воды и демонстрируют последствия ее применения. Мартовские народные избранники. Кто претендует на звание «Народный доктор»? Покажем совсем скоро. С вами Татьяна Прокопенко. Здравствуйте. Сейчас об этих и других событиях подробнее. Ивановцы стараются обходить стороной пустырь в районе улицы Станкостроителей. К строительному и бытовому мусору, который скопился там за несколько лет, добавились отходы, опасные для здоровья. Правда, некоторые на свой страх и риск продолжают там рыбачить или выгуливают домашних питомцев. Владимир Еремин подробнее. Если где-то на Проталинках растут подснежники, то напротив заброшенного садового некоммерческого товарищества кирпичного завода растут и оттаивают мусорные навалы. Картина весной отнюдь не радужная. На берегу пруда, возле окружной дороги, на улице Станкостроителей, горожане обнаружили свалку опасных отходов. Экоактивист Дмитрий утверждает, мусорные навалы прирастают с каждым днем. Я сюда хожу постоянно, либо на дачу хожу, потому что там выращиваем сельскохозяйственные культуры, а вечерами хожу с удочкой на рыбалку. Люди ужасаются находкам. Около пяти лет, рассказывает мужчина, он с семьей приезжает сюда на отдых. Здесь на окраине города много красивых глубоких водоемов, да и клев тут хороший. Но такого наплевательского отношения к природе со стороны ивановцев осознать не может. Сейчас здесь некие неизвестные личности складируют строительный мусор, ртутные лампы и использованные автопокрышки. Причем в большом количестве. И на это обратил внимание то, что у нас люди не хотят жить в чистой среде. И все хотят мусорить, а все говорят, что мы боремся за чистоту нашего мира. Похоже, в регионе есть проблема с утилизацией ртутных ламп. Либо люди не хотят платить деньги за вывоз и утилизацию опасных отходов. Результат очевиден. Стихийные навалы. Есть большая вероятность попадания ртути в грунтовые воды и в колодцы частного сектора, на Березняковских улицах и в Торфеном переулке. Естественно, это все привозили осенью. Зимой сюда не залезешь. А кроме ламп, шин, что здесь еще ты обнаружил? Строительные материалы, гипсокартон, раковины валяются. Даже вот там забор лежит бетонный, столбы бетонные лежат. То есть отходы даже можно приспособить для дома. Но эти ртутные лампы дома явно не приспособишь. И утилизировать проблемы. В Иванове их часто выбрасывают на помойку. На днях свалку ртутных ламп, правда меньших масштабов, жители обнаружили возле дома один на улице Красных Зорь. В настоящее время опасная находка свалена за продовольственным магазином «Дикси». Поступившей информацией сейчас заинтересовалась природоохранной прокуратуры. Между тем, пять лет назад региональное отделение Всероссийского общества охраны природы презентовало карту расположения пунктов приема ртутьсодержащих отходов. Однако столь нужная затея не просуществовала и полгода. Владимир Еремин, Денис Желецов, Максим Шишкин, телекомпания «Барс». Жители Родников снова жалуются на цветную воду в Тезе. На этом видео, которое прислали в редакцию, река окрасилась в синий цвет. Экологической проблеме в райцентре не первый год. Нашли даже виновного в загрязнении водоемов. В конце прошлого года суд приговорил генерального директора управляющей компании индустриального парка «Родники» к штрафу в четверть миллиона рублей за причиненный значительный вред окружающей среде. Было установлено, что он не организовал надлежащие обращения и транспортировку отходов и химических веществ в составе сточных вод в рамках установленных правил. В результате на протяжении трех лет с апреля 2020 года по февраль 2023 стоки сбрасывались в реку. Сейчас в «Родниках» ведется модернизация локальных очистных сооружений. Работы планируют завершить этим летом. Предполагается, что новое оборудование позволит обезопасить водоемы от промышленных стоков. Тем временем жители райцентра размещают в социальных сетях фотографии с аллергическими реакциями на кожу. Некоторые связывают эти высыпания с плохим качеством воды в городских сетях. Ивановцы не отстают от соседей и тоже отслеживают изменения цвета в городских водоемах. Автор этого видео задается вопросом, от чего могла пожелтеть вода в реке в районе Второй ТЭЦ. Вероятная причина – глина и песок, попадающий в водоем в период таяния снега. На предприятии нам пояснили, что у них не было ни утечек, ни плановых сливов воды из системы охлаждения. К другим темам. В Иванове подвели итоги голосования за концепцию восстановления мемориала «Красная Талка». Большинство горожан хотят сохранить его исторический облик. Контракт заключили, работы планируют начать в мае. Чего еще ждать от реконструкции, расскажет Марина Зенина. О планах по восстановлению мемориала ивановцы узнали на встрече губернатора с жителями в декабре прошлого года. Тогда Станислав Воскресенский предложил горожанам самим решить, каким должно быть памятное место. С начала года провели несколько встреч-обсуждений с молодежью, ветеранами, студентами, креативным сообществом. Проголосовать за концепцию восстановления мемориала можно было на выборах президента. Горожанам предлагали два варианта – сохранить исторический вид памятника и аллеи или принципиально изменить. Мемориал «Красная Талка» посвящен революционным событиям 1905 года. Здесь, на берегу реки Талка, уже после 72-дневной стачки, во время очередного митинга, казаками и черносотенцами был убит Федор Афанасьев. В память о тех трагических событиях в 50-х годах установили первый кирпичный памятник. Потом уже, это уже к юбилею, к 70-летнему юбилею тех событий, был установлен вот этот памятник. Конечно, он символизирует, если мы на него посмотрим, тут и трубы Иваново-Вознесенских текстильных предприятий. Это нужно все оставить, на мой взгляд. Для ветеранов, некоторые лично помогали сажать эту липовую аллею, важно сохранить строгость и передать потомкам память о революционных событиях. Хочется, очень хочется, чтобы вот эта аллея, чтобы вот этот вот монумент наш, как-то опять был символом, что ли, города нашего, вот первого совета. И хочется, чтобы здесь был, знаете, вот сохранилась строгость такая. По итогам голосования около 70% горожан согласны с ветеранами. Однако остальные хотели бы видеть здесь что-то новое. Все-таки треть жителей хочет, чтобы здесь появилось что-то современное. И мы должны учитывать их мнение. Набережная исторически не была задействована, там не было прогулочных зон. Вот предлагаются архитектами сейчас эти прогулочные зоны сделать. Но, естественно, все в таком едином историческом стиле. Контракт с подрядчиком уже заключили. Восстановление и реконструкция обойдутся почти в 160 миллионов рублей. Средства выделены по проекту формирования комфортной городской среды. На сегодняшний день у нас разрабатывается концепция и проектные решения. То есть я думаю, что подрядчик приступит к работам в 10-20 числах мая. И контракт у нас заканчивается 1 сентября. Основные проектные решения. Сохранение исторического облика аллеи. Вечный огонь постараются оставить. Правда, во время встречи прозвучала идея сделать на его месте подсветку. Планируется также благоустройство набережной, установка детской площадки, новое освещение и скамейки. Марина Зейна, Максим Шишкин, телекомпания «Барс». А теперь внимание. Быть может, вы, наши телезрители, встретите имя своего врача. В Ивановской области продолжается конкурс «Народный доктор». Условия таковы. В течение месяца пациенты присылают в специальный чат или на электронную почту Депздрава благодарности своим врачам. Медики, набравшие больше всех отзывов, становятся участниками финального голосования по трем номинациям. Народный доктор города Иваново, районного центра и села. Новое голосование продлится до 5 апреля включительно. Победитель получит вознаграждение – 50 тысяч рублей. Итак, знакомимся с претендентами. Номинация «Народный доктор районного центра». Казарина Татьяна Владимировна, педиатр детской поликлиники номер 2 города Шуя. Никонова Наталья Вячеславовна, акушер-гинеколог, заведующая женской консультацией Тейковской ЦРБ. Номинация «Народный доктор села». Кирсанова Марина Николаевна, терапевт участковой нервской врачебной амбулатории Тейковского района. Прозорова Любовь Анатольевна, врач общей практики Каминской врачебной амбулатории Родниковского района. Ну и номинация «Народный доктор областного центра». Смолина Марина Ефимовна, акушер-гинеколог, заведующая отделением патологии беременности Родильного дома номер 1. Страканова Анастасия Евгеньевна, дерматовенеролог областного кожевендиспансера. Поддержать одного из претендентов может любой желающий. Для этого нужно поучаствовать в опросе, размещенном на портале Госуслуги. Во Фрунзенском суде продолжили допрос первой супруги Павла Федосеева. Мужчина был убит в январе прошлого года. Судят за это Хачатура Тарханяна. Потерпевшая, вторая жена погибшего и родители задали много вопросов свидетелю. Про отношения, детали переписок, религию. Большинство суд отклонил. Из зала суда репортаж Дарьи Костиной. Из материалов дела. 18 января 2023 года 27-летний Хачатур Тарханян встретился с 32-летним бывшим супругом своей сожительницы Павлом Федосеевым на улице Кузнецового в Иваново. И трижды выстрел ему в голову. Отчего тот умер? Об этом процессе мы много рассказывали. На очередном заседании продолжили допрос свидетеля, первой супруги убитого. У потерпевших родителей и второй жены Павла Федосеева был большой список вопросов. Касаются они взаимоотношений, фраз из переписок, детализации звонков, религии. Большинство из них суд отклонил, посчитав либо не относящимися к делу, либо такими, на которые свидетель уже отвечала. У нашей съемочной группы есть ряд ограничений при работе. Не показывать лицо подсудимого, не разглашать детали показаний свидетелей, а также при желании не снимать их. Тезисно о чем говорила первая супруга погибшего. Федосеев проявлял агрессию к сыновьям, часто ругал. Новый возлюбленный Тарханян видел реакцию детей, как они расстраивались. Пообещал мальчикам, что решит вопрос, они будут нормально общаться с отцом. Попросил общего знакомого поговорить с Федосеевым. Тот с претензиями не согласился. Мужчины договорились о встрече. Чтобы все обсудить, была уверена свидетель. О намерениях Тарханяна отметила, не знала и не догадывалась. Но ответила на вопрос его адвоката. Накануне всех событий предупреждала, что у бывшего супруга имелось оружие. Первые минуты после убийства писали сотрудники скорой помощи, которые прибыли на место. Вызов – огнестрельное ранение в голову. Показания зачитал прокурор. На момент прибытия бригады труп мужчины лежал в обочине, проезжей части, надетой на теле куртки, ногами к автомобилю, головой к бордюру. Труп находился в положении лежа на спине, в районе расположения головы. На куртке было большое количество крови в капюшоне. Кровь также была на коже лица, в полости носа и на волосистой части головы трупа. На этом допрос был завершен. Свидетели не явились, в том числе и те, кого несколько раз планировали привезти в суд принудительно. Дарья Костина, Денис Железов, телекомпания «Барс». Сейчас короткая реклама, и вот о чем расскажем далее. Как потушить лесной пожар? Сколько сил и средств для этого нужны? Какие могут возникнуть сложности? Наш репортаж с учения лесной охраны и МЧС. В художественном музее открылась выставка-конкурс регионального масштаба «Крок-2023». О том, что такое «Крок», расскажем через несколько минут. Интеркомтел в вашем телефоне. Скачайте приложение и оплачивайте услуги онлайн. Общайтесь со специалистами компании в удобном чате. Быстро, надежно и безопасно. С 1 апреля в Иванове возобновила работу архитектурная комиссия. Основная задача – контроль внешнего облика строящихся зданий. Репортаж Ирины Афониной. В арт-сквере состоялось обсуждение перспектив работы архитектурной комиссии. Проработав с 2018 года по ноябрь 2022, она прекратила свое существование. Сейчас нам эти полномочия возвращены на федеральном уже уровне благодаря решению Министерства строительства. И мы с 1 апреля начинаем работать почти в том же формате, в котором мы работали до 2022 года с небольшими отличиями. Процедура согласования архитектурного облика здания включена в градостроительный кодекс. В связи с тем, что пакет документов установлен федеральным законом, он претерпел некоторые изменения. Задачи комиссии те же. Задачи, конечно же, привести архитектурный облик города в надлежащее состояние, с учетом окружающей среды, в которой размещаются здания. Таким образом, с 1 апреля в Иванове ни одного разрешения на строительство не будет выдано без согласования внешнего облика. Чтобы внешний облик строящих созданий не выглядел разношерстным, считает член архитектурной комиссии Михаил Недельский, решения должны приниматься коллегиально. Прошлая комиссия рассмотрела более сотни проектов и лишь 29 приняла без изменений. Пример – строящийся дом на Красногвардейской. Мог бы выглядеть совершенно иначе. В рамках реализации данного проекта комиссия себя показала не только как регулирующий и согласовывающий орган, но и как дискуссионная площадка. Что в рамках реализации данного проекта на данной конкретной площадке – это была очень важная и ценная дискуссия, потому что место крайне сложное. Это сооружение на стадии проектирования представлено на данных эскизах. Прежде чем оно приобрело тот вид, который имеет сейчас, было изготовлено много вариантов набросков. Работать – одно удовольствие, потому что заказчику нужно побыстрее, подешевле, почетче. А когда вмешалась архитектурная комиссия, у нас целый творческий получился диспут, совет. И родилось очень, на самом деле, бесчисленное количество всевозможных вариантов, которые могли бы здесь появиться. Место, видите, яркое, на виду, со всех сторон просматривается. Екатерина Шахматова – один из архитекторов, которые работали над эскизами. Она отмечает только такое обсуждение. Помогло сделать такое здание, которое удачно вписалось в ландшафт Лежневской улицы. И задает стиль будущей застройки. Ирина Афонина, Григорий Мартьянов, телекомпания БАРС. Сколько сил и техники нужно, чтобы потушить лесной пожар? Какие могут возникнуть сложности, что больше всего мешает ликвидации возгорания? Об этом расскажет моя коллега Алина Марычева. Она побывала на ежегодных учениях лесной охраны и МЧС, которые прошли в Ивановском районе. Вводная первая. 1 мая 2024 года в 11 часов 53 минуты при патрулировании лесопожарной группой обнаружено возгорание на площади около 2 гектаров. Пожар низовой беглый, скорость ветра 6 метров в секунду. Класс пожарной опасности 4, ближайший населенный пункт поселок Биберево. Первой к месту пожара прибывает патрульная машина Фурмановского лесничества. На место оперативно стягивается дополнительная сила МЧС. Стволы натушения подают в местах наиболее интенсивного горения. Также используют ранцевые огнетушители. Отработка учения особенно важна перед наступлением пожароопасного сезона. Сотрудники лесного охраны МЧС должны уметь четко работать друг с другом. Сейчас у нас проходит по Центральному федеральному округу проверки субъектов готовности к пожароопасному сезону. В первую очередь мы смотрим готовность лесопожарных формирований на территории субъекта. В каком состоянии техника, в каком состоянии оборудование. Весь ли штат набран для того, чтобы своевременно опять же отреагировать при возникновении лесного пожара. Самое важное при тушении лесного пожара вовремя его заметить. Камеры видеонаблюдения, установленные на вышках сотовой связи, позволяют лесничим обнаружить около половины всех пожаров. Остальные удается выявить при наземном патрулировании или по сообщениям местных жителей. Если мы пожар обнаружили в течение первого часа, то мы его потушим за один-два часа. Если же по каким-либо причинам дали пожару разгореться, то его можно тушить, как вот позапрошлым году в военном лесничестве, несколько дней с привлечением огромной группировки сил и средств. Главный враг в таком деле ветер. Он легко может перекинуть искру через минерализованные полосы. Еще опаснее, если пожар станет верховым. Если возгорание случилось на границах областей, происходит межрегиональное маневрирование. Так и сегодня у Биберева бок о бок работают силы нескольких областей. Ивановская, Нижегородская, Владимирская, Костромской и Ярославской. Для тушения лесного пожара используется самая разная техника. Во-первых, это средства Центра охраны лесов, патрульные машины, малые и большие цесцерны, квадрокоптеры, трактор с плугом. Также привлекается спецтехника МЧС, ну а при введении чрезвычайной ситуации еще и вертолеты. Учения прошли успешно. Это же можно сказать о пожароопасной обстановке прошлого года, отмечают в лесном хозяйстве. В 2023 году в Ивановской области было зарегистрировано всего лишь 7 лесных пожаров. Их общая площадь возгорания составила около 13 гектаров. Но и лесники, и пожарные, как страшный сон, вспоминают жаркое и огненное лето 2010-го. Алина Марчо, Владимир Хмелев, телекомпания «Барс». В художественном музее открылась выставка-конкурс регионального масштаба в основе экспозиции «Кроки». А что это такое? Расскажем далее. 120 работ, 42 участника. 44 работы в экспозицию не вошли, не хватило места. Мы уже выросли из детских штанишек давно, но, тем не менее, вот наша основная база выставочная – это новая галерея. Ну, это престижное место, это областной художественный музей. И поэтому мы проявляем определенный консерватизм и все-таки выставляемся на базе нашего областного художественного музея. Выставка-конкурс существует вот уже 20 лет. Создали еще в 2006-м, чтобы сохранить традиции школы барона Штиглица. Она была открыта в Иваново-Вознесенске как филиал Санкт-Петербургского центрального училища технического рисования. Традиции, они тоже переваливают за 100 лет, традиции текстильного рисунка. Ну, потому что это все было органично, текстильная отрасль активно развивалась. И сейчас мы эту традицию таким образом поддерживаем. Основная идея выставки – дать старт молодым дизайнерам. Среди участников на ежегодном конкурсе студентов немало. Это ребята из Иваново, Москвы, Шуи, Тейково и Кинишмы. Вот, например, крок автора из университета имени Строганова. Крок – это текстильный рисунок. Принт Елены Горобец называется «Тропический Дамаск». На ткани можно увидеть изображение листьев, животных. Все это создает яркий и экзотический образ. Подходит для пошива летней одежды, аксессуаров и предметов интерьера. Выглядит стильно. В качестве участников есть и состоявшиеся профессионалы. Как правило, их работы всегда воплощаются в реальность. Вот принт Людмилы Завьяловой. Она – действующий дизайнер в одной из ивановских компаний. Крок основан на комикс-культуре Японии, предназначен для постельного белья. А по результатам конкурса организаторы проведут «Круглый стол», где выберут лучших из лучших в шести номинациях. Посмотреть на экспозиции можно до 17 апреля включительно. Юлия Семина, Владимир Хмелев, телекомпания «Барс». Сейчас о погоде на ближайшие сутки. Уни-дом. Счастье в каждой доме. Просто приходи в Уни-дом с 1 по 14 апреля. И забирай любые товары из пластика по оптовой цене. С Уни-домом экономить легко. В среду в нашем регионе ожидается облачная с прояснениями погода. Дождь. Температура воздуха днем плюс 14-16 градусов. Ветер южный 8-10 метров в секунду. Атмосферное давление ниже нормы и составит 733 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 47%. По прогнозам синоптика, в ближайшие дни нас ждет похолодание. Временами небольшие осадки. Текстиль на дачу. Теплица в придачу. Дачный сезон в текстильном центре Рио. Дарим 100 тысяч рублей теплицу и другие ценные призы своим покупателям. Чем больше чеков, тем богаче урожай. Сразу после новостей смотрите городскую хронику. Если у вас есть темы для репортажа, интересные видео или замечания, пишите нам на сайте Иванова Ньюс в разделе «Контакты» и в группу барсов в соцсетях ВКонтакте или Одноклассники. Обращайтесь в мессенджеры, телеграм, вайбер, ватсап по номеру, который видите на экране. Или звоните по нему. А я с вами прощаюсь. Удачи всем и хорошего настроения. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова